И снова на нашем столе рыба, и снова на нашем столе нет селедки, но есть замечательная, вяленая рыба, с супер названием муксум. И сегодня мы с вами, дорогие коллеги, уважаемые друзья, большие любители, нам прочистить мозги своими знаниями с вашей стороны, продолжим разговор о том, каким же образом рыбы, каким же образом рыба, особенно вяленая рыба, слабосоленая, малосоленая рыба, помогает нашей сосудистой системе. И почему мы практически не можем жить без рыбы? Потому что, с точки зрения биохимии, именно рыбное мясо содержит, так называемые, простатные, или очень простые, впереди стоящие белки, которые в первую очередь подвергаются утилизацией. Со стороны чего? Правильно, уважаемые друзья, со стороны слабо созревшей, как ее некоторые называют, химики. А с нашей точки зрения, успешно выросшей желчи. Именно наша полноценная желчь, именно полноценно работающая печень, именно полноценно работающие, накапливающие силы в себе, с точки зрения почти 24 аминокислот, желчь участвует в формировании тех самых продуктов, без которых наши сосуды жить не могут, без которых происходит быстрое тромбообразование, без которых формируется очень быстрая онкология крови, без которой очень быстро организовываются саркомы, без которой очень быстро организовываются рак мозга и рак кожи. И опять мы с вами возвращаемся к чему? Опять мы возвращаемся с вами к рыбе. И в этом смысле следует отметить, уважаемые коллеги, о том, что именно осенне-зимний, ранне-весенний период для нас, для россиян, 87 процентов из которых живут в условиях резко-континентального климата, нуждаются в ферментно-подготовленных продуктах. Самые простые, из которых у вас на слуху, это квашеная капуста, это правильно приготовленные огурчики и, конечно, доступная морская и речная рыба. В этом смысле, почему вяленая и сушеная рыба, потому что, как раз таки, в своей системе, потом кулинарной подготовки, вот эти все продукты очень хорошо помогают нашему организму не тратить свою энергию на перевоплощение. Почему в данном контексте мы с вами говорим о рыбных продуктах? Почему мы с вами в данном контексте говорим о доступности? Потому что это не просто, многие сейчас опять будут плеваться в наш адрес, купить, достать, глисты, червяки и так далее, так далее, так далее. Мы сейчас не об этом. А в том плане, что мы тратим, в достаточной степени, меньше энергии нашей гастрономической, нашей функционально-физиологической, на перевоплощение белковых в данном контексте продуктов. Я не говорю о квашеной капусте. А я говорю о соленой, малосоленой рыбе, а ее в большом количестве разновидностей, именно в ферментном виде. Давайте вернемся к опыту наших северных народов, начиная от наших малонациональных меньшин северных и заканчивая Лапландией, заканчивая Норвегией в этом плане, заканчивая Швецией. Почему там с большим удовольствием и с большой любовью относятся, даже на наш взгляд, людям, которые привыкли ко всем, условно-гастрономическим мерзопакостям, не переносить такой вид продукции, как шведская селедка? Ели вы когда-нибудь шведскую селедку? Вы знаете, что шведскую селедку невозможно в самолете везти, не дай бог, она откроется и все, самолет рухнет, разгерметизируется. Не верите? А вы слетаете в Швецию, а вы побудьте там, а вы покушайте той селедки, а потом попробуйте провести ее на территории Российской Федерации. Я не имею в виду аварийную ситуацию на Северном потоке-1, на Северном потоке-2. Я имею в виду ту ситуацию, о которой мы говорим в системе нашего пищеварения, наших гастрономических потоков. Потому что наш поток номер один, это состояние сосудов головного мозга, который не может жить без омега-3, без омега-6, с большим сомнениям, без омега-9. Мы не можем полноценно вести себя, с точки зрения надежности, каркасности наших сосудов, без коллагена и эластина. А самую мощную часть этой функции выполняет, как раз-таки, костно-рыбная мука. И опять, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что именно легкость продуктов воплощения, легкость распада продуктов внутри нашего организма, позволяет нашей желчи чистить наши сосуды, позволяет тому же пресловутому холестерину через кровяное русло опять попадать в печень, помогать там в виде кочерги, помогать в виде кочерги утилизации недоокисленных продуктов, а потом в этом виде переводиться в молодую, в незрелую желчь, которая потом дозревает желчного пузыря, и на выходе желчного пузыря, попадая в свинктороди 12-перстной кишки, вместе с поджелудочной железой и селезенкой, формирует устойчивую систему пищеварения. И сегодня, уважаемые друзья, мы с вами будем говорить о том, что можем ли мы прожить без рыбы? Наверное, все-таки не можем, в том плане, что рыба нам строить и жить помогает нашим сосудам, нашей сердечно-сосудистой системе. А там, где у нас крепкие сосуды, там у нас надежная лимфатическая система. А там, где у нас надежная лимфатическая система, потому что это главная канализация нашего очистительного функции нашего организма, там у нас надежные нервы. А там, где у нас надежные нервы, там у нас надежная диафрагма, надежный обмен веществ, надежная работа сосудово-головного мозга с той точки зрения, которая поддерживает наши пять органов чувств. И одним из выходящих за этот разряд чувств, которые мы называем интуиция, именно наша интуиция, с одной стороны, нам позволяет максимально адаптировать нас в экстремальных условиях, а с другой стороны, именно рабочая, надежная печень и желчь формируют нам надежную силу воли. Нам рыба старает и жить помогает. А вместе с рыбой формируется сильная воля, которая потом может помочь нам выжить, даже без рыбы. Но сильная воля. Будьте здоровы! Ссылка на наш вебинар найдете сразу под этим видео. Милости просим! Сегодня на вебинаре мы с вами протестируем состояние желчи в вашем организме. Объясним, на что это влияет, какие обменные процессы формирует и поддерживает. Выполним с вами комплекс упражнений для поддержания функции полноценной работы вашей желчи. И расскажем, конечно, о системе, которая позволяет восстановить вашу желчную логику. Обязательно приходите. Ссылка на вебинар сразу под этим видео. Будьте здоровы и добро пожаловать!